сегодняшняя тема цифровой разрыв как проблема управления интернетом и ну прежде всего хотелось рассказать про то что собственно такое цифровой разрыв под цифровым разрывом в самом широком смысле понимают неравенство в доступе в цифровом регионе между странами регионами и внутри отдельных государств сама проблема появилась на международном поле повестке вместе с всемирной встречей по вопросам управления интернетом и информационного общества которое как вы знаете наверное вам уже неоднократно тут говорили прошла в два этапа в 2003 и в 2005 году и изначально была воспринята эта проблема достаточно скептически то есть в общем то и развиты страны развивающиеся рассматривали эту проблематику как искусственно навязанную странами запада прежде всего и западными крупными компаниями для того чтобы отвлечь внимание от реальных политических проблем в этой сфере такие как интернационализации управления интернетом и вопросы обеспечения на кибербезопасности было много карикатур тогда на самом деле не все из них сохранились но чаще всего карикатуры иллюстрировали вот такой тезис что развивающиеся слабо развитые страны которые тогда по оценкам он и всемирного банка это те страны где люди живут менее чем на 1 доллар в сутки они в них население не от того что у них нет доступа к интернету страдает а страдает население от того что у них нет доступа к здравоохранению к образованию продуктом питания на но это начало двухтысячных годов и в общем то сама проблема в двухтысячные годы почему воспринималась как искусственно созданная поскольку вот все программы развития оновские тогда воспринимались как инструмент построения инфраструктуры для того чтобы развитые страны и их компании могли больше продавать цифровых услуг и в общем то это воспринималось как такой неоколониальный дискурс навязанная проблематика для развивающихся стран с тем чтобы увести их в сторону от реальных вопросов развития и сегодня кстати многие ооновские структуры например юнктат это конференция он по торговле и развитии продолжает рассматривать проблему цифрового разрыва но сегодня уже разрыва в области данных как неоколониальную проблему но тем не менее сегодня мы уже можем сказать что вот эта карикатура которая представлена здесь что мы вам предоставим доступ к интернету это очень важно наименее развитые страны говорят что ну да мы сможем смотреть ролики на ютьюбе вместо того чтобы получать доступ к здравоохранению к безопасности к питанию к образованию однако здесь нужно сказать что все таки вот такой ироничный взгляд на проблему цифрового разрыва он себя далеко не в полной мере оправдал поскольку сегодня говоря о цифровом разрыве мы что можем сказать что действительно пандемия коронавируса показала что без доступа к интернету действительно нет возможности решить и вызовы которые возникают перед развивающимися странами в образовательной сфере нет возможности решить вызовы в области здравоохранения то есть никакая изоляция в эпоху активного коронавируса не было возможно не было возможно развивать исследования в области коронавируса получать доступ к услугам в области здравоохранения вот просто обмениваться опытом с точки зрения диагностики на каких-то других вызовов и проблем которые возникали без цифровых технологий все вызовы усугублялись поэтому действительно цифровой разрыв и доступ к цифровым технологиям при правильном управлении цифровыми технологиями и при грамотном учете вызовов на которые возникают в сфере цифровых технологий на действительно способен создать рост в области экономического развития в области обеспечения безопасности в сфере здравоохранения таким образом мы не можем говорить в полной мере о том что цифровой разрыв это искусственно навязанная проблематика действительно доступ к цифровым технологиям является важным элементом обеспечения безопасности и социально экономического развития для наименее развитых государств на планете при этом как цифровые технологии эволюционировали так и проблема цифрового разрыва эволюционировала то есть когда ставили вопрос о доступе к интернету действительно доступ к интернету имели прежде всего развитые страны в 2000-е годы сегодня же мы видим вот актуальная статистика что доступ к интернету это уже не главная проблема а главная проблема с точки зрения цифрового разрыва это неравенство в области данных и это неравные возможности в области использования и управления данными на сегодняшний день мы видим что большая часть пользователей интернета это уже не европа и не северная америка это страны азии и в общем то вот это первый график по уровню доступности интернета это соотношение числа активных пользователей интернета на к общему числу жителей граждан государств региона мы тоже видим в общем то выравнивание на потенциалов на планете в целом по мере уже 70 почти процентов на 2022 год население планеты имела доступ к интернету при этом самые быстрые темпы роста как раз показывали страны азии ближнего востока то есть это те регионы на которые сегодня приходится бум развития цифровых технологий но проблема заключается в том что действительно эти цифровые технологии они не становятся драйвером социально-экономического развития в этих государствах зачастую цифровые технологии становятся еще одним инструментом которые используются для эксплуатации развивающихся стран давайте посмотрим еще немного актуальную статистику сегодня действительно цифровые технологии являются основой для экономического роста в различных регионах планеты то есть если мы посмотрим то вот общий график мы видим что сегодня в рамках четвертой промышленной революции как клау шваб обозначил цифровые услуги цифровые сервисы показывают самый устойчивый рост в том числе в глобальном экспорте и вот свежий доклад всемирной торговой организации показывает что экспорт товаров и экспорт не цифровых услуг особенно в годы коронавируса общая динамика она снижалась однако именно цифровые услуги и в годы коронавируса и сейчас когда эта проблема уже стала менее актуальна они на самом деле показывают очень устойчивый рост и этот рост он превышает другие отрасли экономики в экспортном плане здесь есть тоже свои проблемы с точки зрения неравенства мы на них чуть более подробно остановимся но в целом сегодня цифровизация бесспорно является драйвером глобального экономического развития на какие отрасли приходится этот рост это электронная почта это соцсети это цифровая аналитика то есть это все что связано с цифрой то есть мы здесь даже не говорим про цифровые технологии которые могут быть использованы например для интенсификации трансграничной торговли обычными товарами да вот как marketplace и нет только цифровые услуги и цифровые товары показывают очень устойчивый рост и являются одним из основ одной из основ для современного цифрового и глобального развития в экономике то есть вот такая статистика в это показывает при этом цифровые компьютерные услуги если мы посмотрим только по общим темпом роста они показывают гораздо более устойчивая динамику прироста по сравнению даже с финансовыми услугами только компьютерные услуги за 2022 2021 2019 год показали какие-то сумасшедшие темпы роста при этом финансовые услуги строительство ну строительство в 2022 году показывали отрицательные темпы роста то есть сегодня если мы говорим и про отдельные страны и про регионы и макро регионы и про глобальное развитие в целом цифровые технологии они лежат в основе и прироста продуктивности и влекут за собой прирост и в естественном реальном секторе но если посмотреть ту же статистику в то по разным регионам то самые быстрые темпы показывают это азия прежде всего это китай индия но особенно китай это ближний восток на ближнем востоке приходится вообще сегодня рост цифровой проблематики и с точки зрения информационной безопасности даже если посмотреть на динамику количество конференций которые они проводят компании которые регистрируют стартапов и причем это не только в традиционном понимании кт и компьютерной технологии но это то что сегодня определяют как прорывные цифровые технологии это технологии искусственного интеллекта и генеративных моделей больших языковых моделей но у вас об этом будет отдельная лекция этой технологии распределенных реестров все это за собой влечет развитие новых сетей связи опять же поскольку нужна совсем иная пропускная способность но вместе с тем здесь с развитием этих технологий приходит и развитие цифровых технологий госуправлений умных городов что требует интеграции вот эти умные города опять же технологии искусственного интеллекта анализа данных плюс здесь же подтягивается технологии робототехники и промышленного интернета да то есть все это конечно идет в комплексе и мы видим что сегодня это конечно не только северная америка и даже не столько северная америка потому что как раз северная америка и европа где рынок уже перенасыщен на их темпы роста они отстают от общем мировых но это азия китай индия ближний восток это африка не случайно если вы послушаете последнее выступление наших представителей минцифры то африка это уже не черный континента золотой континент да то есть это те регионы с которыми если говорить с точки зрения интересов российской федерации наиболее перспективным будет развитие сотрудничество обмена опытом и запуск совместных проектов в сфере цифровых технологий но при этом мы видим что да какие-то регионы которые раньше не имели доступа и не имели возможности использовать эти технологии для развития да вот эти вот бутылочные крышечки или стеклянные потолки не пропускали их они действительно получают возможность вырваться вперед но наименее развитые страны в том числе отдельные африканские страны которые сталкиваются с такими проблемами как конфликты на недостаток недостаток образованных кадров на бедность они не в полной мере еще имеют возможность использовать эти технологии для своего развития то есть на мы не можем говорить что вот это библейская мудрость что богатые богатеют а бедные беднеют цифровой сфере работают в полной мере потому что целый ряд стран имеет возможность вырваться вперед причем семимильными шагами но при этом самые бедные страны которые попадают в штопор вот этих проблем неравенства этой бедности нет образова образованных кадров и нет инфраструктуры они все равно остаются за бортом вот этой цифровой глобализации цифрового развития при этом вот мы говорили что и двухтысячные годы ставился вопрос про цифровой неоколониализм что развитие цифровой инфраструктуры используется западными странами для продвижения интересов своих компаний с тем чтобы продавать услуги в развивающиеся страны но не давать им возможность развития что такое колониализм это метрополии использовали колонии для того чтобы получать ресурсы да там сахарный тростник или что там шелк и чай фарфор это в отношении китая но не давали им реально развиваться с тем чтобы выйти колониям на уровень метрополия то есть они эксплуатировали их ресурсы но не создавали возможности для развития так когда появился термин неоколониализм это после деколонизации что то же самое стали делать транснациональная компания да вот там united fruit и банановой республики они уже не были зависимыми территориями тогда это были независимые государства но при этом отношении эксплуатации сохранились просто в другом формате точно также в цифровой сфере в двухтысячные годы говорили о том что будут строить инфраструктуры для того чтобы продавать цифровые услуги но не давать возможности развивать свой цифровой сектор свой цифровой сектор эти страны смогли развить мы на это посмотрели у них выросло и количество пользователей интернета и количество зарегистрированных компаний но появилось новое измерение неравенства это неравенство в области данных вообще вот часто мы слышим вопрос вот мы преподаватели я имею ввиду в чем отличие между информационной революции цифровой революции да цифровая революция это революция которая связана с развитием и использованием больших данных на базе больших данных появляются новые модели бизнеса это прежде всего платформенный бизнес платформенные компании новые услуги которые базируются на новых технологиях это технологии искусственного интеллекта распределенных реестров робототехники промышленного интернета интернета вещей анализа данных и машинного обучения соответственно вот все эти технологии если мы посмотрим на стартапы на капитализацию платформенных компаний на те компании которые строят инфраструктуру на соцсети да то есть платформенные компании это же прежде всего соцсети они базируются сегодня в принципе в двух странах это китай и соединенные штаты америки то есть с одной стороны да китай всегда рассматривался как глобальный юг до двухтысячной годы сегодня же очевидно что эта страна которая по своему потенциалу развития сопоставима где-то даже и обгоняет соединенные штаты америки вот кто отстал реально это европейцы да у которых нет ни своих платформенных компаний не крупных инфраструктурных проектов в области цифровых технологий при этом теперь сша и китай эксплуатируют только по новой модели развивающиеся страны хотя те и пытаются вырваться как это юнктат определяет основа цифрового развития и добавленной стоимости в современной цифровой экономике это данные да это данные анализ данных и те технологии которые развиваются на основании больших данных и следующий вопрос вот если это основа цифрового развития то почему настолько охотно эти данные и инфраструктуру передают например в африканские стран сша и китай поскольку при помощи платформенных компаний данные отдают бесплатно на базе этих данных развивают технологии того же генеративного искусственного интеллекта да вот эти джипики но все услуги которые сопряжены с использованием этих технологий страны покупают то есть как раньше они продавали не знаю какао а покупали шоколад как причем какао стоило всегда одинаково а из какао бобы я имею ввиду а шоколад и вот продукция которая производилась на его базе она все усложнялось при этом вся добавленная стоимость она оставалась в развитых странах точно так же и сейчас страны бесплатно они даже не продают пользуясь электронной почтой социальными сетями иными цифровыми сервисами отдают свои данные но при этом покупают все более сложные услуги и технологии основанные на аналитике данных то есть это опять этот же стеклянный потолок только стеклянный потолок не в области доступа к цифровым технологиям а стеклянный потолок в области анализа данных а при этом мы видим что до доступ к интернету есть но скорость интернета и развития 5g сетей 8 раз превосходит в развитых экономиках потенциал наименее развитых стран при этом и доступность мобильных телефонов и доступность прежде всего технологий приходится прежде всего на развитые государства то есть вот цифровой разрыв сегодня приобретает новое измерение и все равно логика международной системы развития как считают неомарксисты реалисты да и в общем то большая часть исследователей в области международных отношений она продиктована борьбой за власть и богатство и конечно развитые страны не готовы передавать власть и богатство и главные рычаги в области контроля именно властных ресурсов и экономических ресурсов сфере цифровых технологий оставляют за собой но при этом готовы какую-то часть передавать в рамках цепочек добавленной стоимости в развивающиеся страны ну собственно именно поэтому все 17 целью в области устойчивого развития уоновские имеют цифровое измерение то есть все эти 17 целей распадаются на принципы но я тогда уже на принципах не буду останавливаться ну вот так качественное образование доступа к цифровым технологиям недавно гутерреш выступал про гендерное равенство хотя здесь опять же именно к этой тематике оновского развития есть вопросы он также имеет цифровое цифровое измерение недорогостоящая и чистая энергия это так называемые умные сети и анализ данных в области цифровых технологий достойная работа экономический рост также имеет в своем составляющей достижения этих целей и доступ к цифровым технологиям и цифровое образование и среда для регистрации цифровых бизнесов кстати вот в африке в наиболее развивающихся быстро странах до таких как юар нигерия и ряд других как раз больше всего в цифровой сфере регистрируются новых стартапов устойчивые города это технологии умных городов которые опять же опираются на электронное правительство на доступность цифровых сервисов на аналитику данных там вплоть до смешного там наиболее развитых городах например цифровывается не только технологии умных сетей да что вот свет вечером не все время работает а включать себя датчики движения загрузка дорог и анализ трафика также включает в себя анализ данных плюс этом это борьба с преступностью обеспечение безопасной городской среды это то что у нас внедряется распознавание лиц технологии распознавания лиц и так далее все это оцифровывается вплоть до водоснабжения опять же здесь используются цифровые технологии для того чтобы оптимизировать на основании анализа данных водоснабжения ответственное проявление производства на также экология и сегодня экологическая безопасность включает себя возможности анализа данных по загрязнению по оптимизации этого загрязнения здесь же связана борьба с изменением климата ну и когда мы говорим про правосудие эффективные институты то сегодня цифровые технологии на повестке глобальных организаций в том числе он как всемирные организации занимают очень важное место собственно почему управление интернетом потому что ну во первых в основе всех современных цифровых сервисов и цифровых технологий все равно лежит сеть интернет и управление интернетом в узком плане это вопросы технологической координации я здесь не буду подробно останавливаться наверное вы все это знаете это система доменных имен управление доменными именами распределение айпи адресов выработка и применение протоколов и стандартов и в узком плане это тоже связано с цифровым разрывом но то что касается распределения доменных имен и айпи адресов это проблема цифрового разрыва первого поколения то есть необходимо было выделить достаточное количество айпи адресов и распределить доменные имена таким образом чтобы развивающиеся страны имели эффективный доступ к этим технологиям и здесь опять же нужно сказать что тоже вопрос этот поднимался например в конце 90-х годов когда обсуждались вопросы создания айкен а китай ставил вопрос о том что айпи адресов больше у стэнфордского университета чем у всего китая да но в результате переговоров работы всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества эта проблема была решена но разработка и применение основных протоколов и стандартов интернета в любом случае является политизированной точно так же как и система доменных имен в эту проблематику вшита политика да то есть и пока политические соображения оказывают влияние неоколониальное на проблематику управления интернетом соответствующие технологии не могут быть в полной мере использованы как инструмент глобального развития я приведу пример давайте посмотрим вот ближневосточное государство любое развивает цифровые технологии делает ставку на цифровое электронное управление при этом айкен это компания которая зарегистрирована в сша имеет возможность всегда отключив да удалив информацию о том или ином доменном имени из общего база данных нарушить связность соответствующих сетей и систем в этой стране с глобальным интернетом и таким образом поставить под вопрос или в зависимость все инструменты цифрового развития все инструменты электронного управления доступности инклюзивности в этой стране то есть саму систему управления интернетом которая сложилась на сегодняшний день и в которой номинирующая монопольное положение имеет айкен ну я думаю вам уже рассказали про эту корпорацию поэтому не буду подробно останавливаться ставит под вопрос инклюзивность доступность и демократичность всех тех технологий о которых мы ранее говорили это только узкий подход сфере управления интернетом да то есть в любом случае если он ставит а цели устойчивого развития и те 17 целей которые обозначены в качестве на глобального приоритета необходимо учитывать в том числе и вопросы инклюзивности демократичности управления базовой инфраструктурой технологической которая лежит в основе достижения этих целей глобального развития если же мы посмотрим шире на широкий подход сфере управления интернетом который предполагает обсуждение вопросов не только технического управления интернетом но очень широкого блока социокультурных экономических и политических аспектов да то здесь мы увидим что и цифровые права человека как право на доступ к интернету который сегодня он рассматривается как универсальное право право на достойную социокультурную среду право на политическую инклюзивность все находится в зависимости от политической неравномерности в области технического управления интернетом но здесь я уже не буду повторяться и в этом контексте россия и наши внешнеполитические инициативы в сфере управления интернетом они ориентированы на то что цифровой разрыв или наращивание потенциалов является вопросом не только экономическим да как зачастую мы видим в постановке запада но это вопрос политический и самое главное это вопрос безопасности то есть управление интернетом рассматривается как часть более широкой проблемы международной информационной безопасности и современная система управления интернетом в основе которой лежит айкен но не является в полной мере демократично инклюзивно и таким образом решение всех тех вопросов цифрового неоколониализма цифрового неравенства использование цифровых технологий как основы четвертой промышленной революции для того чтобы новые регионы имели возможность встраиваться в глобальную экономическую систему а она в том числе предполагает решение вопросов как составной части информационной безопасности а в основе подхода россии в сфере информационной безопасности лежит идея о том что необходимо сформировать международный режим информационной безопасности частью которого является вопросы наращивания цифрового потенциала использования данных как инструмента развития при инклюзивной и демократичной модели управления интернетом которая была бы основана на ооновской системе одна страна один голос то здесь я повторю если он ставит в рамках повестки гутерреша в доклада гутерреша наша общая повестка и глобального цифрового договора как глобальную проблему а цифровые технологии как основной драйвер глобального развития и преодоления неравенства то соответственно и вопросы инклюзивности демократичности управления интернетом по модели одна страна один голос как это сегодня в ооновских структурах работает а также должны быть частью обсуждения их не нужно оставлять за скобками поскольку это позволяет заложить ну вот такую амину замедленного действия и во всех документах россии которые представлены а в мае этого года российская федерация представила обновленный проект концепции внешней концепции международной информационной безопасности как одна из инициатив нашей внешней политики везде наращивание потенциала это важнейший приоритет поскольку современная система управления интернетом на словах вот в рамках этого неоколониализма она как будто бы учитывает интересы развивающихся стран но при этом спасение утопающих дело рук самих утопающих вот как было показано на самой первой карикатуре однако это не совсем правильно и очень важно учитывать при обсуждении возможности цифровых технологий и вопросы справедливого инклюзивного управления интернетом россия в семнадцатом году на уровне мин цифры представила проект концепции он по интернационализации управления интернетом и там особо отмечается что государства имеют равные права и суверенитет государства распространяется на его доменную зону доступ к сети интернет не может использоваться в качестве инструмента влияния в том числе в экономической сфере государства воздерживаются от действий направленных на ограничение функционирования доступа к сети интернет признаются принципы равноправия и очень важным является принцип суверенитета при этом сегодня мы видим что во внешней политике российской федерации очень большое значение уделяется неоколониальному дискурсу то есть мы выступаем за формирование подлинной многополярности в том числе на глобальном уровне и для достижения подлинной многополярности инклюзивного равноправного развития очень важно поддерживать наращивание потенциалов но наращивание потенциалов не такое фарисейское наращивание потенциалов которое предполагает реальный учет не только экономических но и политических факторов безопасности я здесь приведу такой небольшой пример который показывает что очень часто западные инициативы в области преодоления цифрового разрыва они в чем-то схожие знаете с опиумными войнами которые велись свое время вот в китае когда стараются подсадить на вот такую иглу зависимости с тем чтобы использовать это для реализации своих экономических целей например когда западные страны поставляли цифровые технологии инфраструктуру компьютеры программное обеспечение для развивающихся стран с тем чтобы поддержать программы формирования электронного правительства то там была заложена необходимость постоянно обновлять программное аппаратное обеспечение но вот первую инфраструктуру построили бесплатно для того чтобы как бы создать канал развития в этой области а вот все обновление и программного обеспечения и аппаратного обеспечения которое было необходимо для того чтобы инфраструктура продолжала существовать она уже осуществлялась на платной основе то есть таким образом была проложена дорога для укрепления зависимости но эти отношения зависимости цифровой сфере да они в абсолютных цифрах может быть и дают прирост но политической подоплекой является попытка создать неравноправное отношение эксплуатации и в области данных и в области прорывных технологий то есть видим ли мы какие-то возможности например развивать технологии анализа больших данных в развивающихся странах если все данные сегодня там 70 процентов хранятся на серверах которые приходятся на развитые страны но очевидно что здесь есть политика направленная на формирование вот так называемых стеклянных потолков в этой области ну и завершают наверное нельзя было обойти новость которая сегодня во всех ведущих сми представлено это форум россия африка 2023 который как раз прошел в санкт-петербурге там был была принята декларация о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности текст ее опубликован на сайте кремлин рф и вот там подчеркивается важность управления интернетом вам уже наверное рассказывали про тунисскую программу да то есть исходим из необходимости формирования сбалансированной международной системы управления интернетом в целях исключения влияния на нее односторонних политических ограничений или коммерческих интересов и обеспечением безопасности целостности стабильности критической инфраструктуры всемирной сети да то есть если переводить с дипломатического языка на обычный язык то это вопросы необходимости передачи управления интернетом от айкен к международной организации это необходимость исключения коммерческого влияния на проблему наращивания потенциалов и цифрового развития в области информационной безопасности как раз новости вы вышло 27 июля что было подписано соглашение между правительствами и правительствами россии и зимбабве о сотрудничестве поддержания международной информационной безопасности и было подчеркнуто что соглашение пример плодотворности усилий россии зимбабве по укреплениям информационной безопасности на равноправной основе меня вот как раз именно заинтересовала формировка равноправия насколько оно возможно между россией зимбабве если все-таки зимбабве является страной менее развитой цифровом отношении но здесь когда мы говорим про международное сотрудничество и равноправие то здесь в основе лежит принцип уважения государственного суверенитета то есть в международных отношениях есть общий знаменатель это суверенитет и россия исходит из того что принцип суверенитета и суверенитета в цифровом пространстве он в полной мере применим к отношениям в области информационной безопасности в той формулировке как он зафиксирован в уставе оон то есть мы не используем цифровые технологии для того чтобы вмешиваться во внутренние дела для того чтобы укреплять зависимость а мы исходим из того что необходимо формирование режима информационной безопасности на базе организации объединенных наций то есть если говорить про актуальные инициативы в области управления интернетом американская какая была последняя инициатива это декларация за будущее интернета но в будущее интернета берут не всех а только 60 стран ближайших союзников соединенных штатов америки и вот на них как заявил новый посол по кибер делам на тони эльфик распространяются нормы и правила ответственного поведения а в отношении всех остальных необходимо осуществлять политику сдерживания да то есть это уже мы видим да неравноправие именно с точки зрения того что есть те кого приглашают к обсуждению вопросов управления интернетом обеспечения информационной безопасности и на кого распространяются нормы и есть все остальные в отношении которых сдерживание давление и эксплуатация и вот здесь когда мы говорим про равноправие с точки зрения международного сотрудничества конечно потенциалы у всех государств разные но уважение к суверенитету в том числе суверенитету на уровне принятия решений обсуждение каких-то актуальных проблем выработки модели управления интернета прозрачности в этой сфере она необходимо с точки зрения позиции российской федерации запад же исходит из права экстерриториальности то есть по сути экстерриториальность это кто сильный тот и прав тот и навязывает свои нормы свое видение свои институты в том числе в области управления интернетом но это вот такая классическая теория международных отношений которая идет еще с хокидида что суверенитет для других государств для влиятельных стран всегда помеха потому что он мешает им использовать эти страны в своих интересах да но здесь есть и другой подход и сегодня мы видим что в условиях многополярности право может действовать но право действует конечно в том случае когда у нас не однополярная система в том числе в сфере управления интернетом в том случае когда мы наблюдаем движение в сторону многополярности уважения суверенитета и равноправия ну во-первых учитывая так сказать мультистейхолдерный характер декларированный характер управления интернетом конечно в области управления интернетом тезис или принцип одна страна один голос не будет работать никогда вот это мое мнение мы можем по нему поспорить там спит но тем не менее вот я так считаю и скорее всего надеюсь что я это не справа второе так сказать конечно уточню сразу да здесь я имела в виду что как это зафиксировано что действительно россия исходит из того что все стейкхолдеры да но сейчас мы хотим отказываться от западных терминов все заинтересованные стороны и государства и бизнес и гражданское общество принимают участие но в рамках своих прав возможностей и обязанностей и в сфере управления интернет конечно мы не можем без бизнеса и без их инфраструктурных проектов и возможностей реализовывать никакие программы или подходы в этой сфере в том числе в области цифрового развития и наращивание потенциала однако когда мы говорим про вопросы безопасности то очень часто складывается такая ситуация что законные интересы стран сфере безопасности в сфере цифрового суверенитета они оказываются вне внимания на уровне международных дискуссий и это ведет к углублению зависимости и к углублению неравенства поскольку логика международной системы она в общем кажется не меняется и государство а здесь прослеживают очень часто там в том числе классики такие как гопс от человеческой природы конечно же там где могут стремятся использовать неравенство своих интересах и вот такая модель принятия решений во всяком случае как один из треков переговорных особенно в сфере безопасности где будут учитываться не только интересы крупного бизнеса но и интересы государства их законные интересы по модели одна страна один голос представляется очень важным элементом для устойчивости и стабильности в данной сфере я скажу почему потому что если мы пойдем по принципу реального мульти стейкхолдеризма как это обсуждалось еще в 2003 году то у каких нко у какого бизнеса да будет больше возможностей и больше влияния для того чтобы быть представленными на глобальных площадках ну просто вот такая тема актуальна и я сразу чтобы ответить последовательно на вопросы то здесь мы увидим самый влиятельный бизнес 2003 году это был американский конечно бизнес нко и только у них были деньги чтобы ездить в женеву и участвовать достаточно хорошо представлен там на неделю в соответствующих формах и с точки зрения теоретического осмысления в международных исследованиях это получило название неокорпоратизма что такое корпоратизм был в международных исследованиях в экономике появились профсоюзы и как будто бы я здесь небольшой такой экскурс сделал и как будто бы профсоюзы для чего были нужны для того чтобы защищать рабочих от интересов бизнеса но что произошло по факту крупный бизнес стал прикармливать эти профсоюзы для того чтобы через них оказывать давление на своих наемных сотрудников вот точно также здесь мы видим что мульти стейкхолдеризм появился но и действительно как бы сама мысль и постановка вопроса и подходы к решению они были верными и они исходили из правильно поставленной задачи что невозможно наращивать цифровой потенциал без учета позиции интересов ресурсов цифрового бизнеса и гражданского общества в отношении кого этот цифровой потенциал собственно и реализуется но по факту что мы видим по факту это стало инструментом еще одним для более активного и эффективного продвижения зачастую повестки развитых стран потому что у них и цифровой бизнес более влиятельный и гражданское общество как будто побогаче сегодня что получилось сегодня эти технологии цифровые в том числе дают возможность и мы это видим по многим переговорным форматом в том числе в сфере управления интернетом и гражданскому обществу и научному сообществу более активно участвовать в этом процессе но все равно у нас остается проблема с точки зрения прорывных технологий что кто у нас участвует сегодня вот новая проблема в сфере управления интернетом это регулирование искусственного интеллекта вот кто у нас реально предлагает переговорные инициативы это маск это бард да вот по вопросам ограничения или наоборот развития и что они после этого делают они как предложили маск ограничить через неделю запускают свой проект в области развития этих технологий и для того чтобы здесь сделать саму систему более справедливой и более равноправной вот видится важным вернуться к этому классическому принципу как он был заложен в уставе организации объединенных наций именно для того чтобы обеспечить равноправие и справедливость я здесь ни в коем случае не умоляю ваших тезисов я с ними согласна во многом но вот чтобы сделать страховочную сетку от несправедливости видится важным все-таки представить и более влиятельную межправительственную дорожку если быть кратким то и к чему мы пришли что одно государство один голос грубо это только один из треков даже не только обсуждение и решение вопросов связанных с правами интернета второй тезис который прозвучал у елены ее лекции это передача от айкен скажем так управление доменным пространством ну грубо говоря все остальное как бы она там более размытая ну так вот этого не случится никогда можно даже не надеяться никакая другая организация скорее всего не будет управлять интернет он не будет управлять доменным пространством но это это чисто мнение основанное на опыте которые так сказать есть критерии истины если посмотрите тоже вот на это отвечу на самом деле конечно эти дискуссии идут давно и у нас с вами они как бы просто как сказать вот здесь сейчас таком концентрированном виде сформулированы давайте посмотрим на историю развития технологий ведь интернет это не первая телекоммуникационная технология которая стала глобальной здесь даже отбросим как бы классическую теорию развития технологических и техноэкономических платформ посмотрим на телеграф на телефонную связь на радио электронную связь то мы здесь увидим что переговоры по их регулированию шли давно и вот здесь интересный пример это телеграф и и британия британия построила телеграфные сети в европе но начинается первая мировая война и все европейские стран национализировали и был создан международный телеграфный союз и в общем то пока сша в глобальном цифровом пространстве являлись наиболее влиятельным государством то конечно они были совершенно не заинтересованы выстраивание каких-то институтов управления ключевой инфраструктуры этого глобального пространства которые могли бы поставить под вопрос их лидерство в этой сфере но мы видим что институты они всегда отражают распределение сил и влияния в системе международных отношений и в том числе в отдельных ее подсистемах связанных например с развитием технологий поэтому здесь я рискну предположить что мы видим формирование многополярности цифровой вот я показывала статистику это и бум цифровых технологий на ближнем востоке это и растущее влияние африканских стран но самое главное и самое наверное неожиданное это подъем китая а китай кстати недавно в мае представил свою позицию по глобальному цифровому договору на бриксовской встречи в юар министров иностранных дел ванны и представлял свою позицию по управлению киберпространство там много очень любопытных тезисов и с точки зрения открытости и цифрового суверенитета китай в общем-то меняет свою позицию на этом направлении но в том что касается управления интернетом китай все равно настаивает на большей инклюзивности и на цифровом суверенитете и конечно же андрей георгиевич я с вами согласна что это не дело там одного года или двух что или не дело простой экстраполяции тех моделей которые были в отношении других технологий на сферу управления интернетом но как видится по мере того как эволюционирует система в цифре будут эволюционировать институты управления но естественно что это не будет сделано просто и пока сша сохраняет свое влияние в мировой политики в целом и в рамках глобальной цифровой сферы они будут стремятся они будут стремиться к тому чтобы институты создавали максимальную инерцию с точки зрения формирования глобальной многополярности и поэтому будут всячески стремиться противодействовать однако здесь если вспомнить историю переговорного процесса в области управления интернетом в области информационной безопасности то помните наверное андрей георгиевич конечно помнит был скандал вокруг призм и сноудена и ангела меркель особенно обиделась что ближайшие союзники прослушивали ее личные телефонные разговоры после этого была встреча в бразилии на этом мундиаль и тогда как будто бы начали обсуждать создание филиала и кан в европе и передачи части полномочий этой организации европейцам затем это все замолчали до этого на вую даже этот вопрос поднимался но естественно что его стараются максимально переговорно замотать с тем чтобы обсуждать какие-то другие вопросы но не те вопросы которые касаются реальных властных технологических политических отношений в сфере управления интернета но видится что рано или поздно эти вопросы снова они выйдут на передний план переговорной повестки дня и как они будут решаться но сегодня вряд ли это будет решаться быстро но сегодняшняя как бы тенденция она скорее говорит в пользу многополярности и отталкиваясь от опыта развития других технологических систем я бы наверное рискнула предположить что институты вокруг технологии меняются вместе с распределением сил и влияния внутри международных систем поэтому здесь скорее всего опять же но на я ни в коем случае не ставлю под вопрос вот тот тезис андрея георгиевича что в краткосрочной перспективе конечно же вряд ли мы можем это наблюдать спасибо большое очень интересные вопросы почему они вызывают у меня такой бурный ответ потому что на самом деле это вопросы которые сфере управления интернетом обсуждается уже очень очень давно и здесь никак не экспертное сообщество ни в россии не на международном уровне не может прийти к какому-то единому взгляду и согласию спасибо большое за вопрос я единственно что буквально маленький комментарий воспользуюсь своим положением извините вот елена как представитель научного сообщества вот смотрите так сказать вот в этом и заключается роль научного сообщества чтобы досконально разобрать каждый вопрос и может быть постараться объяснить их и построить возможные модели развития это это важно и это важнейшая роль значит вот научного сообщества в вопросах развития интернета я хотел еще не об этом сказать я хотел сказать и обратить ваше внимание на то что прозвучал тезис то что айкен может кого-то отключить от интернета но это не так совсем просто вот это вот чисто технически конечно айкен в апреле 22 года украина направила в айкен запрос с тем чтобы ну наверное все коллеги андрей георгиевич я уверена вы видели этот запрос и новости слушайте я я скажу грубо у нас у нас никакого не показались почему вот если позволите дам свой комментарий смотрите это ведь тот тот инструмент который можно использовать один раз вот один раз будет принято такое решение и все те политические проекты и у латинской америки были свои по альтернативной системе доменных имен и в бриксе еще там в пятнадцатом году у нас было в новостях был представлен соответствующий проект о создании альтернативных доменных имен все они были слишком дорогие инфраструктурно не очень эффективная и в общем-то ценность сети в том числе интернетом всегда определяется количеством пользователей этой сети то есть давайте посмотрим один телефон у меня только одной мне он совершенно ни к чему я только кукле могу ему позвонить и поиграть два телефона у меня и у моего друга это уже есть в этом определенная ценность но когда все пользуются вот тогда мы получаем отдачу поэтому проекты альтернативные номерации адресации они с точки зрения экономической отдачи но выглядят как будто бы не очень эффективными и перспективными здесь прошу прощения я вот такое как бы здесь немножко спойлер поэтому конечно государства и межправительственной организации и регионально это было если мы говорим латинской америки макро региональная как брикс по многим причинам но прежде всего по этой причине приняли решение эти проекты все-таки не реализовывать насколько я могу судить как внешний наблюдатель но если хотя бы раз вот такая угроза будет воплощена в жизнь а эти угрозы в рамках политики кибер сдерживания которые набирают обороты и во всех основополагающих документах сегодня представлены они звучат все более активно громко то после этого конечно же все альтернативные проекты они будут реализованы и они уже активно обсуждаются поэтому конечно опять же вот по моим оценкам из этих прежде всего соображений только в крайнем случае такой инструмент может быть задействован эффективность его с технической точки зрения тоже может вызывать вопросы поскольку но действительно там были же прецеденты что один из корневых серверов перестал работать сколько это стоило неоднократно писали про экономическую стоимости вот этих интернет-шатдаунов последний кажется в иране был и политическую их целесообразность то есть здесь есть очень много нюансов и проблема это с точки зрения того что удалить там строчку о домены о домене той или иной страны из эй сервера до всего их 13 10 на территории сша ведь не случайно же почему же они не передадут еще кому-то да ведь так много говорится о союзнической политики да мы здесь даже не говорим про там ключевых стратегических противников а вот ближайших партнеров и даже и улетни передают то есть такая возможность ее эффективность достаточно сложная тема которая нуждается в определенном более детальном обсуждении но тем не менее сам рычаг политического и экономического давления просто даже как инструмент угрозы он присутствует и конечно же никто не готов передавать свои ресурсы просто так в общее пользование и это касается в том числе и соединенных штатов америки однако это не означает что эти ресурсы да они отсутствуют и не могут быть использованы в том случае если все-таки крайне крайне вот эта вот нужда она возникнет и я бы наверное так прокомментировала я извиняюсь на самом деле просто вот дополнение вашему комментариях смотрите вопрос на самом деле уже решен если вы говорите ну скажем так в основном решу если вы говорите о корневых серверах то эту информацию которая так сказать уходит на вот эти 13 корневых серверов скажем так три из которых не находится на сегодняшний момент на территории соединенных штатов она раздается всем кому угодно то есть любой любой оператор может взять эту информацию и использует на своих серверах и это уже делается это уже целый проект а это первое второе так сказать то что вот например сейчас россия реализовал такой проект который называется национальная система доменных имен ну в общем как бы не получится отключить значит россию от интернета таким способом просто вы сильно сильно упрощается так сказать там на самом деле все гораздо позже я призываю здесь абсолютно согласна я вот об этом говорила что это ситуация комплексная но если посмотреть вот я занимаюсь политическими исследованиями да что мы смотрим в основе конечно любые отношения межгосударственные они сложные комплексные многофакторные вписаны в политику в экономику в социокультурный контекст но если посмотреть вот то зерно политическое которое тут есть а политика это всегда отношение по поводу власти в меньшей степени по поводу денег то в основе политики безопасности которые тут есть все равно есть возможность использовать этот институт как инструмент политического давления эта возможность остается и с точки зрения безопасности вот постановка вопроса такая что инклюзивная и справедливая безопасность она предполагает, что ни у кого нет возможности вот такой дубинкой взять и кому-то пригрозить. Но теоретически можно или нельзя использовать эту дубинку и будут или нет эту дубинку использовать, это вопрос на самом деле открытый. На него нет простых ответов. И я здесь абсолютно согласна с Андреем Георгиевичем, что вот я конечно упрощаю эту тему. Но в основе все равно вот здесь я, прошу прощения, но остаюсь при вот этом мнении, а уж наша аудитория, она рассудит сама. Приводят пример интернета Китая или вот если в России будет независимый интернет, не приведет ли это вообще к появлению новых барьеров цифровых, гонки за сокращением цифрового развития, цифрового неравенства? Вот. И в целом, есть ли такая возможность, что мы можем усугубить исходную обстановку в той или иной стране? Здесь всегда есть вот эта дилемма безопасности развития, да? Вот те, кто изучает международные отношения, я знаю, у нас здесь очень много юристов, всегда этот вопрос, а вот что нам выбрать, да, пушки или масло? И сможем ли мы защитить свое масло, если мы совсем откажемся от пушек? Поэтому здесь, конечно, определенные ограничения, они необходимы. Но вот если мы посмотрим на последнее выступление вот того же нового министра иностранных дел Китая, Иван, и на актуальную редакцию нашей концепции внешней политики, то мы увидим, что суверенитет, он не предполагает закрытость. И это не предполагает, кстати, китайский подход. То есть сегодня, что Китай видит в качестве, вот на мой взгляд, по моей оценке, насколько я могу судить, они стараются встроиться в существующую модель при сохранении своих конкурентных преимуществ. То есть если мы говорим про барьеры с точки зрения цифрового разрыва, преодоления, то здесь очень важно не стать объектом цифрового воздействия, а сохранить конкурентные преимущества государства. Вот у Китая какое было главное конкурентное преимущество? Огромное население. Были введены границы цифровые, в том числе точки обмена трафиком, ограниченное их число, именно для того, чтобы развивались свои китайские цифровые платформы, опираясь на данные китайских пользователей. Если мы говорим про глобальную экономику данных, то что мы здесь увидим? Мы увидим, что анализ данных, Google, YouTube – это глобальный анализ данных. Китаю достаточно было ориентироваться на внутренний рынок. Это был главный ресурс, плюс развивать образование и технологии в этой сфере. И это можно было сделать, только введя разумные ограничения с точки зрения доступа на рынок западных компаний. И сделать такие условия, которые были бы наиболее преференциальны для развития своего цифрового сервиса, с учетом тех технологий, которых нет. Потому что технологический суверенитет не предполагает, что мы закрываемся и строим все технологии только сами. Нет. Если кто-то сделал цифровые технологии, их нужно использовать, и для них нужно открываться. Пусть они делают их за нас. Но при этом нужно понимать, что у нас есть и свои конкурентные преимущества. Какие у России, на мой взгляд, опять же, конкурентные преимущества? Я здесь, опять же, оговорюсь. Я не специалист в области технологий, а я специалист в области политических исследований. Главное конкурентное преимущество – это у нас очень хорошая математическая школа и образование в области цифровых технологий, компьютерных технологий. Лаборатория Касперского, из чего выросла, это советская криптографическая школа, которая была сильнейшая в мире. Математическая школа, школа в области программирования дает возможность развивать платформенные компании, которые у нас, кстати, как показала пандемия, развиты очень хорошо. И сегодня можно экспортировать их. При этом, вот как пишут эксперты из клуба, Валдайского клуба, политика всегда искусства возможного. Вот сегодня мы видим, что есть два цифровые гиганта, это Китай и США. Но при этом между ними, например, на тех же африканских рынках ведется очень серьезная конкуренция. И она фактически такая вот за эксклюзивность. То есть если Китай приходит в эту страну, то он строит инфраструктуру, китайские рабочие, но они вмешиваются во внутренние. Приходят в США, там мы наблюдаем тенденцию к вмешательству во внутренние дела, но при этом свои технологии они тоже передают. Российские цифровые компании, интернет-вещание, вот, кстати, это одно из перспективных направлений сейчас с африканскими странами, раз сотрудничество в рамках вот форума, то, что мы увидели, это наше интернет-вещание, наши платформенные компании, наши СМИ, чтобы туда приходили. Это то, что мы не ставим ограничительных условий. Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела, мы готовы там сотрудничать с вашими рабочими. И если вы при этом будете сотрудничать или с Китаем, или с США, или с какой-то третьей страной в плане цифровых технологий, мы тоже не ставим здесь ограничений. То есть это вот тоже такая важная политика, которая в русле такого наращивания потенциала и цифрового неоколониализма с учетом тех возможностей, преимуществ и ограничений, которые есть и в цифровом секторе Российской Федерации, и с точки зрения наших ресурсов. Конечно, у нас нет такого огромного внутреннего рынка, как в Китае. Но что у нас есть? Очень большая русскоговорящая диаспора, тесные связи с постсоветским пространством. От Советского Союза остались связи и со странами Африки, и Латинской Америки. То есть здесь нужно использовать те возможности, которые есть, и тот потенциал, как мне представляется, который есть. При этом границы цифровой сферы, как показывает опыт Китая, это не изоляционизм, а это инструмент защиты своего цифрового сектора. Я бы, наверное, вот так ответила. Елена, спасибо большое за такой развернутый ответ. Я думаю, что на вопрос, ребята, вы ответили. Давайте послушаем вопрос Елены Чуглиной. Спасибо большое. У меня вопрос как раз о киберсдерживании, то, что обсуждалось. А возможно ли договариваться об ограничении сдерживания и развитии информационных технологий на основе, например, двусторонних соглашений, по типу, как РСНД был? Ну, к сожалению, уже его нет. Вообще, можно сказать, это очень интересный вопрос. Спасибо. Потому что наши дипломаты, вот Андрей Владимирович Круцкий, который долгое время был лицом переговорным в области информационной безопасности, он ведь активно рассказывает про становление своей дипломатической карьеры. Он ведь начинал в рамках переговоров в области контроля над ядерными вооружениями. А если мы посмотрим дипломаты с другой стороны, с американской стороны, Мишель Марков, например, это же тоже переговоры в области контроля над вооружениями. И, опять же, история, с одной стороны, да, вот личностный фактор. Поэтому здесь, конечно, эта проблематика близка, и это видение близко просто ведущим переговорщикам, тем, кто, собственно, договаривается, предлагает проекты, документы, хотя, конечно, они в основном, не то, что в основном, они представляют национальные интересы. Но с другой стороны, да, вот если отойти от личностного фактора и посмотреть на то, как развиваются международные нормы и как развивается международное сотрудничество вообще в других областях, нормы, они не берутся из воздуха. Это не то, что мы вот придумали и будет сейчас так. Нормы — это результат длительного взаимодействия и взаимного обучения с опорой на исторический опыт. Поэтому любые нормы, они коренятся в уже достигнутых соглашениях. Лига наций коренилась в конгрессах, которые были созданы по итогам Венской системы. А ООН коренилась творчески переработанным с учетом опыта Лиги наций. Региональное сотрудничество многое развивалось с учетом творческой адаптации опыта Европейского союза и так далее. Точно так же и здесь, в области контроля над кибервооружениями, естественно, мы будем видеть и мы уже наблюдаем, что большая часть переговорного процесса предполагает опору на уже достигнутое соглашение. Это и контроль инцидентов, это двусторонние режимы, это и СНВ, и ряд других режимов, которые были в советско-американских отношениях. Это наиболее развитый, кстати, режим с точки зрения сложности и комплексности переговорных, характера переговорных соглашений. С другой стороны, это глобальные режимы, это глобальный и самый развитый режим, это контроль над ядерными вооружениями. Но нужно учитывать специфику цифровых технологий. Это и сложность атрибуции, это трансграничный характер, это большая доступность по сравнению с другими технологиями. Поэтому, с одной стороны, очень важно, чтобы режим в области контроля над кибервооружениями предполагал некую преемственность, но, с другой стороны, важно, чтобы он учитывал специфические характеристики кибервооружений. Здесь можно интегрировать разные режимы, не только режимы в области контроля над ядерными вооружениями. Но это интересный вопрос. Но, опять же, вот здесь нужно смотреть, что, с одной стороны, это так, то есть режимы нужны. С другой стороны, посмотрите, как быстро развиваются технологии. Вот еще полгода назад никто, в общем, и не говорил про нейросети, большие языковые модели, а сегодня они главные на повестке дня. То есть, очевидно, что вот этот новый режим, он должен быть очень гибким и достаточно широким, с тем, чтобы он имел возможность быстро адаптироваться и вбирать в себя новые вызовы, которые цифровые технологии предъявляют международному сообществу гораздо быстрее, чем более статичные технологии, которые были раньше, например, в области атома мирного и военного. Потому что там же еще был целый большой режим в области мирного атома, это и МАГАТЭ, и контроль экспорта, который тоже вполне может быть применим в сфере контроля над цифровыми технологиями. А здесь вот еще был вопрос и интересная тема про сдерживание. Действительно, мы видим, что США, они заявляют в своих документах, что главные цели, а целый ряд ведь документов был, я не буду на всех подробно останавливаться, они касаются сдерживания партнеров, противников. И главные противники там четыре, это Россия, Китай, Иран, КНДР. И ограничение доступа к технологиям, в том числе пресловутый декаплинг, технологические киберсанкции, односторонние контрмеры в сфере кибертехнологий. И все они опираются, если мы говорим про Россию, на довольно спорную доказательную базу с точки зрения атрибуции. И ответом нашей дипломатии для восстановления справедливости и равноправия в этой области видится, конечно же, с одной стороны, выработка некого механизма, возможно, международно-правового, который позволил бы проводить не политическую, вот это, highly likely, а техническую, юридическую атрибуцию киберинцидентов. И с другой стороны, возвращение вот этой политики односторонних контрмер, санкций, не в узком кругу, чтобы они принимались, а потом представлялись как общая воля всех, да, развитых условных стран, а принимались в рамках механизма организации объединенных наций. То есть, здесь, вот, с точки зрения сдерживания, вот, это видится, конечно, ключевым. А если говорить про сдерживание развития технологии, то, конечно, мы видим, что одной рукой дают, другой забирают. То есть, с одной стороны, ставится вопрос инклюзивности, цифрового развития, наращивания потенциалов, сотрудничества, а с другой стороны, сдерживание потенциалов, ограничения к доступе. Вот, это тоже видится, как такая довольно спорная политика, на мой взгляд. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok